Бланк заказа. Ну или вот такой вот бланк заказа на торт. Что же здесь указывается? Здесь рассказывается, каким должен быть торт, что должно быть у этого торта внутри, как нужно его украсить. Все это обозначается даже схематично. Если нет у нас такого наподобия, такого торта мы еще не делали, значит он рисуется, создается замок. После того, как бланк заказа сделан, делают три штуки. И идут все три штуки бланк заказа в разные цвета. Вот мы сейчас с вами пройдем первый цех. Пройдемте за мной. Я вас спрашиваю встать передо мной. Вот здесь. Две кишечки у нас все маленькие, поэтому мы размещаем самых маленьких впереди, тех, что повыше, на задней стороне и показываем первый цех. Здесь формируется основа торта. Конечно же вы знаете, что основа делается благодаря коржу, но коржу все держится. Коржу бывают все что-то разное. Писквитные, как вот здесь вы видите. Песочные. Медорик сделает сейчас Анна торт. Медорик собирает. Песочные. Можно слоеный торт, но по желанию и предпочтению заказчика. Для изготовления торта используется удивительная штука, придуманная в Англии. Вот такая вот кастрюля. Без дна. Специально для формирования основы торта. Но тут, конечно же, есть. Только оно отдельно существует на своей кастрюле. Выглядит оно вот так. Под каждую кастрюлю свое собственное дно попирается. И вы видите, что я подобрала несколько разное, да? Итак, кроме этого, существуют специальные направляющие линейки, при помощи которых режутся борта и столбовие скрипта, например, для основы торта. И сейчас Анна так разливается в формировании этого самого торта. И вы можете увидеть, как это происходит в процессе. Вы видите, что Анна уже выставила сформированная торта. Оформила борта тонким бисквитом. Уже наполняет, между коржами наполняется крем. Их формируется полностью, как ферма будет опять покрыт бисквитом. В качестве крема используется совершенно разная крема. То есть не обязательно какой-то один. Вы видите, тут и три шоколада, и ческей, и черный лес. На всех любителей совершенно разнообразные. После того, как торт будет сформирован, его отправят. Мы спрашиваем детей, куда они предполагают, что надо отправить в печь. Печей здесь нет. Показать, как выпекают коржи, здесь мы вам не можем. Коржи выпекаются на московском пекаре. Сюда они доставляются. Уже выпеченными и готовыми. Здесь их только режут. Так вот, торт отправляется в холодильник. Здесь застывает. Ну, а потом уже отправляется далее. Может быть, торт ростом сменяет? Конечно. И шире меня может быть? Безусловно. Легко. Бывают заказчики, которые хотят получить самый большой, самый красивый и при этом по возможности дешевый. То что делать? Кроме этого, у них гостей обычно не достают, чтобы съесть эту красоту. Среди спустая. Для таких эксклюзивных заказчиков есть удивительная возможность. Разрешивается она в больших слоях. То есть берется пенопласт, режется слой этого самого торта, в определенном уровне устанавливается, а дальше точно так же украшается, как и есть основной торт, ну а дальше ставятся настоящие слои. И, естественно, официанты предупреждаются, в какой слой резать не надо. Сами хозяева знают, в какой слой резать не надо. Ну а у гостей, у гостей потрясающие впечатления от необыкновенного праздника. Ну а теперь мы пройдем с вами туда, куда отправляется второй план заказа. Для этого я не спрашиваю, что между вами как-то... Так, большое спасибо. Видите, все вина. И вставайте тут передо мной. Вот сюда отправляется второй план заказа. Здесь работает самый настоящий скульптор. У него необыкновенно сложная работа, потому что обычные скульпторы работают с чем? Ну, с пластилином, да, с глиной, с гипсом, с камнем, даже с альдом, как работать намного легче. А здесь наикапризнейший материал. Это не просто мастика, это пластмоделла. Чем она отличается? Она чувствует тепло наших рук. То есть, если стоит нам немножечко подержать эту пластмоделлу в руках, она начинает подтаять. Она нас чувствует. Работать надо очень быстро. И поэтому у наших мастеров рядом стоит ведро с холодной водой. Мало того, что он в перчатках, мы периодически приходится опускать его внутрь в эту самую воду для того, чтобы остудить пальцы. Вот это самое ведро. Ну, и в том числе для того, чтобы смыть сахар. Чтобы он не мешал трудиться. Ну, и у нашего скульптора, естественно, есть помощники. Необыкновенные помощники. Выберите у них. Это инструменты. Некоторые инструменты такие, как... Вы прекрасно знаете, как работают здесь мастерские. Пластилин, он самый простый. Да? Но есть и не простые, а очень поварные. Даже пугающие детей инструменты. Самые пугающие, помаши. А еще более пугающие. Те, которыми стоматологи зубы лечат. Есть еще и такие. То есть, самые зубоковырятельные такие жуткие инструменты, которые они видят у стоматологов. Находятся здесь, у наших скульпторов. Ну, и этими изумительными, так же, бог с ними. Этими удивительными инструментами в итоге делаются совершенно потрясающие скульптурки. Но есть, безусловно, есть для наших скульпторов и другие помощники. Вот это тоже поможет мне. Это тоже поможет мне. Потому что здесь наш скульптор может подсмотреть образ, который должен сейчас ухватить. Может подсмотреть. Кроме того, он может задать программу с помощью комплекта, что одному принтеру, что другому. Данный принтер умеет не просто печатать, он вежит мастику. Он умеет вырезать буквы, узоры, все, что ему задаст наш скульптор. А вот этот удивительный принтер умеет печатать на съедобной бумаге, с съедобными красками. Ну, некоторые эксклюзивные граждане любят заказать себе собственный портрет, что его торжественное, что он на день рождения. Или же, например, будет такой удивительный человек, который на свой день рождения заказал целый чемодан денег. Ну, мечта у него такая была. Хотел он съесть на день рождения чемодан денег. Естественно, деньги были напечатаны на съедобной бумаге. И потом товарищ исполнил свою мечту. Так и съел. Вот, пошла. Съел тот самый чемодан денег. Видите, как легко осуществляются мечты. Заказали чемодан денег и съели чемодан денег. В чем была валюта какая-то? Рубли, рубли, доллары. Помимо... Ну, естественно, доллары едят. Рубли есть. Итак, интересно. Нет? Это наши деревянные. Помимо этого, конечно же, самая большая честь, отготовить торты для детей. Можно я на тебя скидку продуну? Дай мне что-нибудь. Ну, что это? Дай мне что-нибудь. Вот это можно что-нибудь. Вот это, посмотрите, какой удивительный, необыкновенный. Воскрешный мечтарь. Мы сверплеем, что он совершенно свежий. Скоро-нибудь едят вам отправиться на торт. Дай мне, я люблю. Да, потому что я люблю, качалый блюд торта. А последнее, самое замечательное мое воспоминание, дети. Это было весной, как раз совершение школы. И самым лучшие дети заказали на выпускной, чтобы им сделали торт с их любимой учительницей. Стоит она сухарский на торте, значит, скоро ее съедят. И такое тоже было. Очень много, поздно. Итак, ну а теперь самое время. Естественно, для детей мы проводим это не оцепление чуть-чуть подольше. Вам мы ведомку, с коренным режимем. Мы отправляемся туда, где находится третий класс. План ухота. Это измени интересное место. Для этого вам нужно быть очень осторожным и аккуратным, и потому что мы пойдем по лестнице. Следуйте за мной. Замечательно. Здесь, в этом холодильнике, хранятся уже готовые торты. Очень недолго. Ну а мы с вами аккуратненько проходим сюда, где происходит самая последняя часть. Вот для того, чтобы все посмотреть, вам надо встать... Можно я вас сюда поставлю? Встаньте, пожалуйста, вот по этой линии передо мной. Очень аккуратно. Здесь, на этом стеллаже, находятся фигурки, которые сейчас уже отправятся на торт. Это завершающая стадия, место завершающей стадии. Внизу цветы из моделлы. Моделла материал еще более хрупкий, чем пласт моделла. С ней контактировать бесполезно. Она уже не тает в руках, она просто ломается. Поэтому очень-очень аккуратненько. Ко мне лицом повернитесь сюда, пожалуйста. Повернитесь, пожалуйста, ко мне лицом. Очень вас прошу. И еще раз вас прошу, повернитесь ко мне лицом, пожалуйста. Большое спасибо. Вот цех, где окончательно собирают торты. Вот вы видите, что торт принесли сюда в полуготовом состоянии. Это основа. Сейчас его обтянут мастикой. Мастика раскатывается вот на этой машине. С помощью крахмала посыпается сверху. То есть не мука, а именно крахмал. Ну и потом идет завершающая стадия украшения торта. То есть, посмотрите, сейчас нам покажут, как раскатывается мастика. Видите, это вот без краски. Мастика, вся мастика приходит на предприятие, она белого цвета. И здесь у нее добавляют красители, руками замешивается. Дмитрий, мы вас пропустим, пожалуйста. Вот здесь руками замешивается мастика, вмешивается цвет в эту мастику, делают совершенно разного цвета. И потом вот тут вот раскатываю в нашей машине, для того, чтобы получить мастику нужного размера. А сейчас вот здесь вы видите, как Кристина делает дубовые листики. И обратите внимание, мастика замешана неравномерно, чтобы быть наиболее близким по цвету к настоящим осенним листикам. дубовые листикам. Дмитрий, а вы сейчас уже смотришь? А еще цвет не сделала, поэтому Дмитрий пока не будет покрывать данный торт мастикой. Ну, а на сценте вы видели фигурки, которые сейчас собираются отправиться украшать будущие торты. То есть, они готовятся заранее нашим скульптором, потом здесь собирается торт. Ну что ж, большое вам спасибо. А жемчуг еще? Жемчуг? Ну, это как всегда похоже. Это на первом месте. Шарики сам не вижу. Шарики мы еще не украшиваем, вот они все под номерами. И получаем наши застывшие кавелки. Здесь чая кавелка. убираем и проходим застывшие и работаем дальше. Перчатки здесь уже мы не даем, они вам не нужны. Смотрите, что мы делаем. Мы берем аккуратненько их от тарелочки, да, аккуратненько поднимаемся. И смотрите, что мы делаем. Мы используем тот самый наш уже знакомый нам клей растопленный шоколад. Мы быстренько обмакиваем коп в шоколад. Целиком? Да, целиком. Но вот так нужно потрясти, чтобы лишний шоколад стек. Капли нам эти не нужны. Держим недолго их в шоколаде, потому что они могут освалиться. А теперь, пока шоколад не застыл, а застывает он очень быстро, над другой мисочкой с посыпкой держим его и посыпаем шариками, чтобы они теперь приклеились. приклеились и вставляем в подставку. По очереди работаем. Вы все не посыпаем? вы все вы все не посыпаем? Субками грязно берем. Сидим можно конечно сходить. Тянитесь через весь стол. Не тянитесь через весь стол. раз, 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 раз. А теперь можно не перед другим товарищем. Так, замечательно. Шоколад можно передать в шоколад. Кто у вас следующий работает? Вот сюда. Получили. Мы шоколад отдыхать надо. Так, замечательно. А теперь вот такие движения с ним. чем больше тем лучше а то тут уже есть шоколад. Нет, так мы не сходим. Попробуем. Вот вот такой вот. Теперь убираем шоколад передаем следующим а вы просыпаетесь. Видите, шоколад в мисочку не попадает. А вы следующим действуете замечательно. У нас есть передавитель. а то лучше с сделки. Спасибо.